Христос воскресе! Воистину воскресе! Вновь и вновь, из года в год, те же самые евангельские отрывки читаются в церкви, в наших храмах. И когда они возвращаются, всегда встает вопрос. Во всяком случае, он встает всегда передо мной. А что ты сделал в течение этого целого года? Что ты сделал для того, чтобы этот отрывок Евангелия не был бы словом, сказанным тебе и неуслышанным? Не был бы словом, просто напрасно прозвучавшим? Давайте послушаем Евангелие сегодняшнего дня, которое читается в наших православных храмах. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 по 15 стихи. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Еже в Иерусалиме у овечьих ворот купальни называется по-еврейски «Вефезда», в переводе означает «дом милосердия», «при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и ссокших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первым входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Тут был человек, находившийся в болезни, 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Да, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тот час выздоровел, и, взяв постель свою, и пошел. «Было же это в день субботний, посему Иудею говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал ему, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его и в храме, и сказал, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой ничего хуже». Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Вот сегодняшнее евангельское чтение, которое говорит нам о расслабленном, о парализованном человеке, который в течение 38 лет не мог найти себе исцеление. Потому что никто, ни один человек не нашелся за все эти годы, чтобы помочь опуститься в исцеляющие воды Овчьей купели. Овчей купелью назывался источник, который имел чудесную силу. При этом источнике было устроено пять притворов, в которых помещались всякого рода больные. Здесь находился и этот расслабленный, этот несчастный, болезнь которого состояла в том, что он почти не мог двигать членами своего тела. «Хочешь ли быть здоровым?» – спросил его Господь, когда тот ответил, «Да, Господи, но не имею человека, который довел бы меня до источника, когда источник получает целебную силу. А это и было раз в году, когда сходил ангел и возмущал воду». Тогда Господь сказал ему, «Встань, возьми одр твой и ходи». По всемогущему слову Господню, расслабленный тот час почувствовал себя здоровым и сильным, взял постель свою и пошел. Исцеленный не знал, кто исцелил его, потому что Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. «Потом Иисус встретил его и в храме и сказал, «Вот, и ты выздоровел, не греши же, чтобы не случилось с тобой чего хуже». И, наверное, первое, на что обращаешь внимание, это на ответ расслабленного. «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Вдумайтесь, сколько терпения и кротости. А с другой стороны, в этом ответе заключается такой урок, над которым стоило бы подумать любому человеку, тем более христианину. А заключается он в двух невыразимо грустных словах, сказанных расслабленным. «Человека неимом», то есть «не имею». И мне думается, что это слово ни одного расслабленного. Это голос всех беспомощных людей, всех беспомощных страдальцев всех времен и наших дней в том числе. Потому что сколько среди нас найдется таких, которые по своей справедливости, со всей справедливостью могут сказать, «человека не имею». не иметь человека среди множества людей, которые называют себя христианами. Отчего же это происходит? От того, что так часто недостает нам истинно христианской любви, любви деятельной, такой любви, которая составляет самое главное звено всякого благополучия и личного, и семейного, и общественного, такой любви, которая проявляется не на словах только, не языком произносится, но проявляется делом. И вот передо мной, как перед каждым из вас, вероятно, стоят два вопроса. И первый из них – кто я? Кто я в применении, в преломлении к этому евангельскому повествованию? С одной стороны, я тот человек, лишенный силы, силы воли, который не способен, не может найти себе исцеление своими силами. Сколько оцепенения в душе, сколько бессилия в воле, сколько бесчувствия в сердце, сколько тусклости в разуме в каждом из нас. И вот из года в год, хотя бы вот сегодня, сразу встает вопрос. Ты можешь исцелиться? И ответ – нет, не могу. Не могу взлететь душой к Богу, не могу собраться силами, не могу заменить огород или дачный участок на присутствие за богослужением. Не могу. Я парализован волей, мыслью, чувствами. Я парализован во всех смыслах. И второй вопрос уже двоякий. Неужели нет никого около меня, кто помог бы мне ожить? Может быть, не опустив в целительные воды, а хотя бы сказав животворное слово? Может быть, предложив, если я сам один не могу идти, меня поддержать, мне помочь, хоть несколько шагов ступить? Неужели нет никого? И если спросить себя, сколько есть таких голосов, сколько дружбы, сколько бодрящих слов, сколько слов, обращенных ко мне лично и к каждому из нас, обращенных самим Спасителем Христом, которые могли бы тронуть душу, чтобы она вздрогнула и стала живой? И обратная сторона этого второго вопроса. Сколько вокруг меня людей, парализованных волей, сердцем, душой, которым я мог бы помочь ожить, стать, пойти. А мне лень, мне некогда. Я забываю. У меня заботы. И что же нам делать? Неужели снова ждать в течение года, чтобы те же слова прозвучали, чтобы снова Христос нам сказал те же слова? И чтобы мы снова подумали. Да, прошел целый год, и все одно и то же повторяется в церкви. Повторяется, да. Повторяется, да. Как в нашей жизни. Если бы мы ожили с первого слова, нам не нужно было бы его слышать вновь и вновь. Мы бы это слово воплотили в себе, в своей жизни. Мы бы пронесли его через свою жизнь, как факел. И загорелись бы души вокруг нас, и ожили бы люди вокруг нас, и они тоже понесли бы благую весть. Вот в течение этой недели, которая сегодня начинается, этим евангельским чтением поставим перед собой вопрос. Вопрос о том, в чем моя немощь, чем я парализован, какой частью души, что внесло этот паралич, это оцепенение в мою душу. И избавимся. Избавимся от этого своего состояния с помощью Христа, с помощью любящих нас людей, собрав все свои силы. И спросим себя, кто около меня нуждается в этой помощи, о которой я мечтаю, без которой я жить не могу, и не ожидая ничего, не ожидая, чтобы я сам стал живым, попробую оказать помощь тому другому, который ему поможет ожить. И будем помнить, что привести или приблизить человека ко Христу, к вере в Него, к любви и преданности Ему, обратить чью-либо душу к тому, кто ищет нас, зовет нас, любит нас, стучится в наше сердце, кто есть жизнь и радость всех, велико пред Богом. Кто обратит грешника от ложного пути его, тот спасет душу свою от смерти и покроет множество грехов. Читаем мы у апостола Иакова в 5 главе 10 стих. Но одновременно не будем забывать, что служить телу ближнего, заботиться о нем, когда он болен, без сомнения, такое же богоугодное дело и священнейшая обязанность каждого из нас. Вот и будем искать в нашей жизни и того, и другого. И поспешим на помощь к страждущим и изнемогающим, поспешим не только телом, но и духом, поможем им ожить и уврачуем их святой любовью. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok